МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Екатерина Оленичева, ученица модельной школы Эмоделс. Здравствуй, Катя. Здравствуйте. Ну, насколько я знаю, ты еще совсем юна, тебе 14 лет, и ты уже... 15. 15? Да, исполнилось. И ты уже модель. Ну, да. Расскажи, как так случилось, что тебе захотелось попробовать себя в этом качестве, и почему ты выбрала именно школу Эмоделс? Школа Эмоделс дала мне очень многое. Благодаря этой школе я попала в Москву, где познакомилась с очень многими знаменитыми и очень интересными людьми. Благодаря которым у меня теперь много знакомств. Очень интересно. А вот расскажи изначально, ну, то есть, был же какой-то момент, когда ты, не знаю, проснулась и подумала, хочу быть моделью? Да, конечно, такой момент был. Что-то тебя к этому подтолкнуло? Почему ты захотела связать свою жизнь вот именно с этой отраслью? С самого детства вообще я захотела быть моделью. Меня увлекло к фотографии и не только. Хотелось передавать через фотографию свои чувства, и чтобы люди могли видеть наглядно какие-то продукты, которые модели рекламируют. Также, если я захочу открыть какую-то свою линейку своей одежды или линию своей косметики, также могу открыть свое модельное агентство. Люди, с которыми у меня уже есть связи, мне в этом, я надеюсь, помогут. Как долго ты обучаешься уже в этой школе? Обучение в школе идет полгода, то есть шесть месяцев. Школу я закончила, и теперь у меня идет активное продвижение в Москве. Расскажи, пожалуйста, каким образом проходят занятия в этой школе? Чему вас там учат? Как вообще строятся какие-то уроки? Уроки все проходят очень интересно. К нам в школу приходят самые знаменитые и лучшие мастера по разным отраслям, чтобы мы могли хорошо, допустим, краситься или уметь делать себе прически, обязательное дефиле, актерское мастерство, чтобы мы могли позировать на фотографиях. То есть достаточно интересный процесс обучения. Каким образом ты попала в Москву? Был какой-то кастинг, отбор? Нет, благодаря модельному агентству E-Models я попала в Москву к дизайнеру Люжене Павловой, у которой есть своя коллекция для театра «Зебра в клеточку», директором которого является Любаша. Если можно, чуть подробнее расскажи о вашей совместной работе с московским дизайнером. Какие, может быть, там какие-то интересные моменты были, которые тебе запомнились? Да, конечно. Была очень интересная фотосессия. В этом театре дизайнер Люжена Павлова придумала специальную коллекцию шарфов для театра «Зебра в клеточку». Также в этом театре недавно проходил спектакль, на котором присутствовало много очень интересных людей. Ты принимала участие в этом спектакле? Да, принимала участие. Каким образом? Я была в качестве модели. На мне был шарф от Люжены Павловой с логотипом «Зебра в клеточку». Ну, как вообще проходил сам спектакль? Твои ощущения от участия вот в таком большом, серьезном действии? Мне очень понравилось. Там я встретила очень много знаменитых людей. Также после спектакля я познакомилась с художественным руководителем детского журнала «Яролаж» Борисом Грачевским. Дети и взрослые, я вас поздравляю с приближением лета, с окончанием нашего первого учебного года, и с тем, что мы продолжаем расти и разбираться. Поэтому сейчас, внимание, на театрализованное дефиле мы демонстрируем шарфы Люжены Павловой. Они сделаны и посвящены нашей «Зебре в клеточку». Пожалуйста, песня называется «Метро». Я очень рад вас видеть. Я был на открытии этого замечательного дворца, по-другому нельзя его назвать, дворца детства. Очень приятно, что в таком замечательном месте такие, и самое главное, такие талантливые, прекрасные дети. Получился замечательный творческий вечер. Это уникальное событие. Любаши, мы вас поздравляем. И от модного дома шарфа Люжены Павловой, и от моих партнеров Яглана Кейк. Пожалуйста, внесите наш сюрприз. Пуску нам. Все шарфы, которые вы видели, сегодня были представлены на детках от моего бренда. Я партнер как бы этого театра. Это эксклюзивная коллекция. Каждый шар неизвестно мы земляли. Я познакомилась на спектакле «Зебра в клеточку» с самой Любашей. Это исполнительница и композитор песен. Она пишет песни для очень знаменитых людей, таких как Пугачёва, Филипп Киркоров, Верка Сердючко и другие. Вы с ней каким-то образом общались, да? Ну да, конечно. Перед показом спектакля, на репетициях. Ну как у тебя впечатление всё-таки с таким достаточно известным человеком познакомилась? Впечатление от общения. Какая она? Она очень интересная личность. Мне очень понравилось с ней общаться. И я даже переняла несколько фишек общения, наверное, от неё. Каких таких фишек? Манеры поведения. Также, когда я слушаю её песни, я принимала некоторые моменты, как можно петь. На протяжении какого времени ты была в Москве? И помимо участия в спектакле, какая работа ещё проходила? Совсем недавно я принимала участие в фотосъёмке у фэшн-фотографа Михаила Нахимовича, который прилетел из Марокко специально, чтобы пофотографировать меня. Прям вот именно для тебя? Да. А как получилось, что он о тебе узнал? Всё благодаря модельному агентству, опять же таки. Также ему очень понравились фотографии от Люжены Павловой. Когда ты была в Москве, да, познакомилась с Люженой Павловой, с Любашей, участвовала там в этом спектакле, вот эта фотосессия была, да, о которой ты рассказала. Что ещё? С кем ещё познакомилась? Где ещё была? Рассказывай всё, нам же интересно. Мы с моими родителями выпустили коллекцию шоколадок, на которых мои фотографии от как раз-таки Люжены Павловой, которые мы раздали после спектакля в театре «Зебра в клеточку». Это вот, можно посмотреть? Да, конечно. Скажи, как вообще себя чувствует модель, когда она становится, ну, такой, достаточно известной, начинает принимать участие в таких значимых событиях? Вот что ты на данный момент ощущаешь? Мне всё очень нравится и очень интересно продвигаться в этой сфере. Узнаёшь очень многих людей поближе и вообще нарабатываешь круг знакомых, ну, круг общения. Также очень интересно развиваться в сфере моделинга, потому что, наверное, с детства это было одной из моих мечт. Ну, ты же ещё учишься в школе, в обычной школе. Вот как тебе удаётся сочетать такую, можно сказать, уже профессию, модели и школьную жизнь? Ну, это сложно, но мне это удаётся. Я планирую закончить школу с золотой медалью, так что приходится учиться очень усердно. А как относятся твои одноклассники? Они же наверняка слышат о твоих успехах. Радуются за тебя? Да, они радуются. Тоже рассказываем очень много интересных историй, а не это всё. Им очень интересно узнать, как там всё происходит за кулисами и вообще как работается в этой сфере. Ну, ты сказала, что происходит за кулисами. А действительно, что происходит за кулисами? Как вы, модели, готовитесь к своему выходу какой-то фотосессии? Наверняка это же не только работа стилистов, визажистов, но и какой-то ещё какой-то внутренний настрой должен быть. Конечно, эмоциональная поддержка, во-первых, от друзей, но самое главное, от моих родителей. Они очень помогают мне в этом плане. А работать со стилистами и визажистами тоже очень интересно, потому что иногда можно посмотреть на себя в таких образах, которые в повседневной жизни ты бы даже никогда не увидел. Я думаю, что есть очень много девочек, которые, возможно, хотели бы стать моделями, но сомневаются в своих силах. Что бы ты им могла посоветовать? Ничего не бояться, идти только вперёд, сказать своим родителям, наверное, об этом и побольше об этом мечтать, потому что мечты воплощаются всегда в жизнь. Это здорово. Скажи, как ты видишь свою будущую жизнь? Ты собираешься её связать именно с модельным бизнесом? Да, я планирую на будущее окончить хорошую школу, поступить в университет, также совмещать это всё с модельным бизнесом. Возможно, я открою свою линию одежды или косметики, может быть, открою свою собственную модельную школу. В этом, я надеюсь, мне помогут мои уже знакомые в Москве. Вот ты сказала поступить в университет. А какое образование ты бы хотела получить, для того, чтобы оно, наверное, тебе тоже каким-то образом помогало в будущей жизни? Ну, вообще, нет. Образование у меня будет... Я хочу поступить на переводчика. А модель – это как уже хобби. То есть для тебя это вот не вся жизнь, это просто занятия, которые тебе приносят... На данный момент, да. ...удовольствие. Да. Но я также стараюсь в нём очень сильно трансформироваться и становиться лучше. Какие-то у тебя есть уже планы? Может быть, уже куда-то тебя пригласили на какие-то мероприятия или планируются ещё какие-то фотосессии, поездки куда-то? Конечно, планируются. На этих выходных уже я снова поеду в Москву на кулинарный проект, куда меня опять же-таки пригласила Люжена Павлова. Очень интересно принять участие в этом. Кулинарный проект. А что, там тоже будет какое-то дефиле? Или ты пока не знаешь? Пока не знаю. Ну, а вот в этот раз, когда ты ездил в Москву, помимо участия в дефиле, там ещё были какие-то фотосессии, да? Конечно, были. Но после фотосессии очень классно проводить время с самими организаторами. В прошлый раз Люжена Павлова подарила мне приглашение на показ Вячеслава Зайцева. Этот показ послужил мне даже неким мастер-классом. Благодаря ему я смогла посмотреть, как ходят профессиональные модели и что-то у них перенять. Ну что ж, Кать, большое тебе спасибо, что сегодня пришла к нам в студию. Мы тебе желаем искренней удачи. И поздравляем с теми победами, которые уже есть в твоём арсенале. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова